Добрый день, друзья! Поздравляю вас, нас с открытием офиса в Краснодаре. Теперь мы стали ближе, стали доступнее и можем покупать и везти вам автомобили, находясь прямо в шаговой доступности от вас. Хочу представить вам ребят с Краснодара, которые будут заниматься непосредственно продажами автомобилей и доставкой этих автомобилей до вас. Это Павел, он будет у нас директором филиала. Так, и Матвей, он будет экспертом по покупке, продаже и консультации по покупке автомобилей. Так, ну что, ребят, давайте попробуем разобраться с некоторыми вопросами наболевшими, которые всех интересуют. Значит, название видео «Как сэкономить миллион на автомобиле». Ну и предлагаю начать задавать вопросы по этой теме. Какие больше всего вопросы интересуют? Ну, вопрос, откуда берется этот миллион? То есть разница миллион между рынком, то есть нашим, и на миллион почему дешевле купить у нас? Значит, смотрите, по рынку, который сформирован сейчас здесь, наверное, очень сложный вопрос, потому что цена автомобиля одного и того же в одной комплектации примерно с одинаковым износом может уже отличаться в 10-20%. С чем это связано? Скорее всего, с дефицитом присутствия автомобилей на рынке. То есть, если можно сказать о доступности китайских автомобилей, то о настоящих фирменных автомобилях, о транспортных средствах, которые можно эксплуатировать безопасно для себя, для своей семьи, здесь назовел некоторый дефицит. Он начался еще с пандемии и сейчас пришел к такому логическому завершению. Так, смотрите, машина, которую мы покупаем, это машина с небольшими дефектами, так скажем, машина после ДТП со страховых аукционов. Естественно, она будет прилично дешевле автомобиля, который без повреждений. Но мы не все автомобили покупаем. Мы покупаем только те автомобили, которые легко починить, которые ремонтопригодны. То есть, замена узлов деталей без ремонта стапеля, то есть, без сложных каких-то ремонтов. Хотя такие автомобили присутствуют на рынке в Тбилиси, их очень много. И, скорее всего, если вы поедете покупать автомобиль в Тбилиси, вы будете покупать именно такой автомобиль. То есть, надо будет выбирать из автомобилей с тяжелыми дефектами, какой-то приемлемый по цене и с наименьшими повреждениями. То есть, мы везем автомобили заведомо лучше, скажем, тех, которые на рынке. Пусть они будут немного дороже, но они будут однозначно лучше. И разница между вот этими привезенными автомобилями с небольшими косметическими ремонтами и ценой Авито может достигать миллиона рублей на автомобиле 3 миллиона. То есть, можно смело говорить, что автомобиль 1,5-2 миллиона, а разница достигает полумиллиона рублей. Примерно в таком диапазоне. А как человек может увидеть, убедиться в том, что это действительно был маленький ремонт, а не, допустим, какие-то крупные аварии, ДТП, какие-то тотальные разрушения, изменения конструкции кузова? То есть, человек же может посмотреть своими глазами перед тем, как он закупит новую машину у нас? Да, конечно, смотрите, когда мы покупаем автомобиль с аукциона, вы участвуете в этом аукционе. То есть, вы видите каждый автомобиль, который мы покупаем. То есть, мы предлагаем вам варианты, вы выбираете из них те, которые вам подходят и подходят по бюджету. Мы проводим все консультации по ремонту, по стоимости ремонтов, по возможности ремонта. И только после этого совершаем покупку. То есть, вы всегда знаете, какой автомобиль вы купили и какой к вам едет. И заранее, получается, человек может узнать ту сумму, на которую он должен рассчитывать, для того, чтобы привезти автомобиль именно в тот вид, в котором он хочет его получить. Да, естественно. То есть, это аукцион. В любом случае, вы рассчитываете на определенную цену на автомобиль. Мы примерно можем рассчитать стоимость ремонта. Так как они у нас незначительные, то сумма колеблется, как правило, от 1000 до 2000 долларов по ремонту автомобиля. То есть, машину купили, вы знаете стоимость лота. Далее идут налоги сбора аукционов, далее идет доставка автомобиля, наша комиссия и непосредственно сам ремонт. Все. Это известная стоимость автомобиля. Плюс мы добавляем стоимость таможни, которая так же легко рассчитывается. И вы получаете стоимость автомобиля, которая будет дешевле от 500 до миллиона рублей от Авито. И это факт. Понятно. А клиент тоже может отследить, то есть, как он сможет ли он вообще отследить от момента покупки до момента, допустим, погрузки на автовоз и доставки в офисы. То есть, каждый этап, он вообще, насколько он прослеживается? Да. Смотрите, значит, после покупки автомобиля на аукционе, после оплаты лота, автомобиль грузится на площадку в Нью-Джерсии, либо в Техас. У нас есть небольшие площадки, где мы делаем 50-60 снимков в HD качестве и отправляем непосредственно клиенту. То есть, клиент осматривает. Это до оплаты денег даже? Нет, это после оплаты, то есть, когда мы уже купили лот, с аукциона он выезжает на площадку, там мы делаем еще фотографии, по которым клиент, возможно, увидит какие-то повреждения, которые мы не заметили. Да, дополнительные на аукционе, это будет постраховка, потому что транспортировка до двух месяцев автомобиля, и можно будет где-то какие-то вещи... А, за это время просто, за эти два месяца можно докупить запчасти, чтобы они пришли как раз в то же время, как пришел автомобиль. Все верно. Да, если какие-то сложные, интересные автомобили или какие-то сложные запчасти, вдруг такие возникли. Это первый путь. Потом, когда машина погрузится в порту, у вас будет трекер на контейнер. То есть, вы в реальном времени можете видеть, как перемещается автомобиль. То есть, вы увидели, как автомобиль приехал в Тбилиси, как мы его получили. Ну и дальше видеоотчетами, звонками, телефонными сообщениями. Можете мне звонить, вот прямой, или ребятам в офисе. И в офисе все, что происходит с вашим автомобилем, будет показываться. Соответственно, смета на ремонт и точно так же будет согласовываться с вами пошагово. То есть, каждый элемент покупки, ремонт... А возможно же ремонт автомобиля собственными силами? То есть, клиент, допустим, если он не хочет, чтобы мы ремонтировали, а у него есть свой, допустим, автосервис, и он... Без вопросов. То есть, мы можем получить автомобиль, передать вам его, и дальше вы можете ремонтировать его в любом месте, где вы желаете. То есть, у нас есть клиенты, которые забирают машину. Ну, возможно, когда слесарка потребуется в нашем сервисе, чтобы поставить его там на колеса, ну, мало ли что, то есть, какие-то детали. Поднять на подъемнике, прикрутить что-то, посмотреть и отдать клиенту машину, но это мы можем сделать. Какие автомобили на сегодняшний день, именно спросить, так скажем, на нашем рынке, на Краснодаре, какие машины сейчас хотят люди, и какие машины мы готовы предложить, допустим, именно сейчас людям, и в какие деньги? Смотрите, автомобили, как обычно, доступны любые, все зависит от вашего кошелька, но самые популярные автомобили, это льготные таможни у нас от 3 до 5 лет, то есть, все автомобили в диапазоне, ну, грубо говоря, от 20-21 год, 19-й год, эти автомобили мы хорошо растамаживаются, и, соответственно, привязываются к объему двигателя. То есть, это все автомобили 1.4, 1.5, 1.6 турбовые двигатели или атмосферные, то есть, это у нас Chevrolet Cruze, Chevrolet Malibu, Ford Fusion, это Volkswagen Jetta, сейчас один из самых популярных автомобилей стал Volkswagen Jetta, то есть, это достаточно комфортный большой автомобиль, современный, с электроникой, красивый и с турбовым 1.4 двигателем, он очень интересный по движению, по устойчивости, и плюсом на Volkswagen стоит автомат, что на джете, что на тигуане. Поэтому сейчас 2-литровый Tiguan, это прямой конкурент RAV4, у которого 2.5 двигателя, у Tiguan 2-литровый, то есть, таможенный Tiguan будет значительно дешевле, чем RAV4, поэтому, наверное, сейчас популярными все-таки будет Volkswagen Jetta, Volkswagen Tiguan, Honda CR-V с двигателем 1.5 литра, Honda Accord с двигателем 1.5 литра, так что еще могу предложить, ну и немецкие автомобили 2-литровые, соответственно, тоже подходят здесь, но и уже из другого бюджета. То есть, объем двигателя до 2-литров должен быть, Honda должна быть до 5 лет. Все верно, да, от 3 до 5 лет год производства автомобиля, и объем двигателя желателен до 2-литров, потому что атмосферный двигатель 2.5-3 литра и выше, ну, скажем так, немного будет кусаться по растаможке. Понятно. То есть, все полностью сопровождение документальное, то есть, человек получает полностью очищенную таможней с электропотреской, со всеми-всеми сопровождающими документами для постановки на учет, то есть, он получает полный пакет документов здесь в офисе вместе с машиной и едет спокойно ставить ее на учет. Все верно, да, взаимодействие происходит. То есть, вы приехали в офис, договорные отношения закрепили, предоплату там или платежи какие-то проявили, и заказ ушел в работу. Дальше первый этап – это покупка автомобиля на аукционе, второй этап – доставка, третий этап – ремонт, четвертый этап – таможня, и пятый этап – это получение автомобиля в офисе. То есть, все под ключ происходит. И также, если у вас застрял автомобиль где-то как-то или еще что-то, мы можем поэтапно, ну, ребята помогут вам сделать сопровождение поэтапно любого из этих звеньев, так скажем. Момент взаиморасчетов. То есть, люди, придя к нам в офис, должны сразу оплатить там какую-то сумму, либо там они, поскольку у нас ждет несколько этапов продаж, да, подготовки, перемещения и так далее, ремонта автомобиля, то есть, люди оплачивают ее поэтапно, либо они должны сразу какое-то там количество денег заплатить, либо полную сумму какую-то, или как происходит взаиморасчет? Да, хороший вопрос. Вот в этом как бы плюс. То есть, у нас есть один большой как бы минус – это то, что мы в течение двух-трех месяцев не видим своего автомобиля, то есть, получаем его чуть позже. Но есть огромные плюсы. Первый плюс – это экономия, то есть, там до полмиллиона-миллиона можно сэкономить денег на покупки автомобиля. И второй плюс – то есть, вы покупаете непосредственно сам автомобиль и оплачиваете доставку. Все, таможня и ремонт происходят через два-три месяца, поэтому у вас есть время, чтобы там какие-то свои средства поднабрать, может быть, там кредит какой-то взять или еще что-то. Потому что часто бывает, что человек покупает один автомобиль, то есть, планирует покупку, допустим, за полтора миллиона рублей купить «Жету», но во время аукциона аппетиты растут, тачку хочется получше, поинтереснее, пробег поменьше, и машина покупается гораздо дороже. И в итоге цена, допустим, с полтора миллиона, бюджет может вырасти до двух. И у вас будет время в течение двух-трих месяцев разобраться своими финансами, чтобы купить уже по-настоящему хороший, качественный автомобиль, когда можно забыть про ремонт и про смену автомобиля, допустим, 3-5 лет. Отлично. То есть, ну, человек растянул денежку, получает машину хорошую, качественную, да, то есть, не какой-то полуфабрикат, а уже готовую к эксплуатации, получается. Да, все верно. В этом, вот, скажем так, наша цель – привезти качественный и хороший автомобиль. То есть, мы также осуществляем автоподбор, то есть, с ребятами вы сможете договориться здесь в офисе, и вам привезут автомобиль с рынка сразу же. То есть, это займет 3-4 дня, ну, до недели максимум. То есть, подобрать машину и привезти вам. То есть, тоже услуга у нас есть. Но такой автомобиль, который мы привезем, он будет сильно отличаться по качеству, по цене, поэтому… А почему он будет сильнее отличаться? Ну, смотрите, чтобы купить машину на рынке, вы, как минимум, должны будете оплатить маржу этого автомобиля. То есть, на рынок, как правило, попадают не самые лучшие автомобили, потому что у них ценник будет высокий, и его сложно будет продать. Все стараются купить машину попроще, машину, скажем так, с сильными повреждениями, сделать ее тоже не особо качественным ремонтом, и продать по низу рынка. То есть, это цель любого продавца, продать автомобиль как можно быстрее. Соответственно, мы приезжаем и выбираем автомобиль из тех, которые стоят на рынке. Ну, блин, они не всегда хорошие. То есть, можно перебирать очень много плохих автомобилей, чтобы выбрать из них лучший. Скажем, это вот так. Хороший автомобиль стоит дорого, и дешево его никто отдавать не будет, даже на этом рынке. Можно найти хороший автомобиль, дешево его купить не всегда получается. Есть, блогеры выкладывают какие-то сумасшедшие покупки, но это единичный случай. Если у человека хорошая машина, если она ликвидная, никто ее дешево продавать не будет. Ты скинул тысячу долларов, да, и машина сразу уехала. Никто там ни три, ни пять тысяч долларов скидывать не будет. Поэтому вы всегда оплачиваете маржу, которую клиент привез машину, он ее отремонтировал, он сделал наценку и продал этот автомобиль. Вы можете в стоимости этой наценки купить автомобиль лучше или сэкономить деньги. Это ваше право. Ну, да, примерно. Получается, экономия в миллион складывается из того, что машина покупается все-таки на аукционе, все-таки с минимальными какими-то повреждениями косметическими, с которыми ему готов человек мириться, да. Доставляется, да, тратится небольшое количество времени в течение двух-трех месяцев. И только поэтому, да, человек получает именно тот самый свой миллион, да, который он мог переплатить. Все верно. То есть, потому что мы, получается, убрали маржу с рынка, повысили качество ремонта, повысили покупаемость автомобиля, потому что мы не зарабатываем деньги, у нас есть определенная комиссия, и у нас нет цели заработать на вас деньги. То есть, мы вам везем продукт и везем его качество. То есть, в этом как бы наша цель. Ну, и плюсом не забывайте, что когда вы берете машину гаушную в салоне, берете там импортный автомобиль с рук, вы должны будете оплатить в телесбор, который равен сейчас там 500 тысячам рублей. То есть, грубо говоря, сэкономив на автомобиле, плюс сэкономив на телесборе, можно выйти в сумму в миллион очень легко. Поэтому примерно равноценный товар на авито будет 2-100-2-200 стоит Jetta, да, у нас она выйдет в районе миллиона семисот. То есть, это, ну, вот такая будет разница. Это ощутимая разница, да. Поэтому вам принимать решение, вам делать выбор, то есть, офис. А по поводу новых автомобилей, какая может быть максимальная разница в цене? Вот если бы новый автомобиль. По новым автомобилям лучше обращаться к нам, все-таки напрямую. Но цена может доходить от полумиллиона до, наверное, 2-3 миллиона, в зависимости от стоимости автомобиля и так далее. Вот, но здесь все индивидуально в одном автомобиле. Поэтому звоните нам, в живом общении мы объясним, то есть, все, что касается новых автомобилей. И резюмируя, что могу сказать, если вы хотите действительно сэкономить деньги и получить хороший автомобиль, то я думаю, что это самый простой способ, самый простой путь подождать 3 месяца и получить автомобиль, который можно будет спокойно эксплуатировать и легко потом продать. То есть, важно не только нравится тебе автомобиль или не нравится, даже как он сделан, важно еще то, насколько он будет ликвиден при продаже. Да? Ну, а почему мы здесь вообще? Открыли офис. То есть, теперь вы можете приехать к нам, получается. Мы живые люди, которые вы сможете напрямую с нами связаться, приехать, попить вместе кофе, провести отлично там время. И первый офис, который открывается в России, наш офис к вашим услугам. Мы находимся рядом с Краснодаром, буквально совсем недалеко, это 3-5 километров от Краснодара. Мега Адыгея – это наша такая точка, которая есть, то есть, везде она бьется, то есть, по всем навигаторам. Это самый один из старейших аулов Адыгеи, аул Старо-Бжигакай. Мы находимся напротив администрации. Рядом здесь у нас Озон, Валберес, мечеть, Ориентиры. Ну, адрес точный я сейчас не могу сказать. Мы скинем локацию. Да, скинем локацию, потому что на здании у нас есть рядом автомойка, Озон. Как бы огромная парковка, где можно приехать. У нас есть замечательные фрукты кубанские, замечательный кофе, в общем, и теплый, теплый душевный офис. Постариканский. Да, постариканский кофе и приятный, теплый, стильный офис, в котором мы будем рады с вами встретиться и все вам рассказать и объяснить. Так что, милости просим. Ну да, в принципе, все понятно. Офис у нас не в центре, потому что припарковаться там невозможно. Решили взять, выбрать локацию такую более домашнюю, поэтому приезжайте. Павел, Павел можно всегда набрать, пообщаться, какие-то нюансы узнать. То есть, я всегда тоже на открытой связи, можете со мной пообщаться. Все, то есть, мы делаем способ взаимодействия с нами более удобным. Приезжайте в офис, задавайте вопросы по телефону. Рады вас видеть, приезжайте за покупками. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова